Читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Лето. Югай. Вологда. Полудница. Не ходи на поле, когда солнышко высоко. Не ходи на полдень в эту полную тишину, когда закипает воздух, небо, как молоко. Замолкает птицы, и камнем идут ко дну. Не качнется колос, не пролетит паут, переломится время стебельком под стопой. И увидишь, как девушки в красных рубахах жнут или пляшут в поле и тянут в пляс за собой. У них косы, горючее золото, лик пригожь. Сарафаны, красное знамя. Как ни скажи, они ловят детей, зашедших в густую рожь, Чтоб уже никогда не выйти из этой ржи. Волки. Той зимой у меня заболела нога. Прописали уколы. Ходила в медпункт два раза в неделю. Семь километров лесом. В феврале такая пурга. Слышу как-то. Звенят бубенцы. Поприслушалась. В самом деле. Не успела подумать. Проносится передо мной волчья стая. Один-то волк белый-белый. Рядом черный. Последний бежит хромой. И взглянул мне по волчье. С тоской такой. Странное дело. О медпункте. Фаина мне говорит. Был случай не чист. Прошлым летом в Астахове пропал свадебный поезд. И хромой там был Танюшкин, внук. Гармонист. А нога-то прошла. Больше не беспокоит. Росписи. Красное, ржавое, выцветшее, льняное. Чувствуешь, поворачивается колесо. Вечер. Огромный зверь обедает мною. Уже с конца становится невесом. С прялок, с домов, с нарисованными часами, с досок икон, неуклюже спрыгивает в потьмах львы, лупоглазые, с вытянутыми носами, с куцами-челками, с розами на хвостах, на позвонке кита, выброшенного приливом старым, огромным, словно дуб вековой. Иконописец по кости вывел святых, и диво, чудо морское с кудрявой головой, рядом с ионой, смотрит глазом цветочным на корабли, в страхе, жмущиеся к скале, восстановить по косточке позвоночной образ чудовищ, невиданных на земле. И приручить, увить резными кустами южного зверя на северной полосе вечный покой. Кто может его представить? Кто видел льва в наших широтах? А все же молюют все.